Лига Алексей, скажите, Лига – это общественная организация? Некоторым кажется, что это так, но на самом деле нет. Лига – это частная организация, хотя и не коммерческая. Лига – это юридическое лицо автономной некоммерческой организации «Береговая волейбольная лига». В чем принципиальное отличие от общественного объединения? Общественное объединение, в изначальном смысле этого слова, в правильном смысле этого слова, это объединение, которое управляется всеми членами, вот все, кто есть. Если предположить, что мы всех игроков сейчас приняли в члены какой-то общественной организации, тут будет четыре тысячи человек, которые голосованием будут определять, что делать, как делать, для чего делать и все прочее. И должен будет появиться какой-то аппарат, который будет обслуживать мнение этого большинства. Собственно говоря, так действуют все институты, которые называют себя общественными организациями. Но фишка в том, что зачастую это декларации. Если вы внимательно посмотрите на любую общественную организацию, вы увидите конкретных людей, которые принимают конкретные решения. И я не любитель бутафории и маскарада. Я в реальности понимаю, что можно прийти к поставленной цели только в том случае, если ты не отклоняешься от выбранного пути. Когда вся энергия, все твое время направлены только на то, чтобы следовать цели. Если же мы говорим о том, чтобы дать возможность большому количеству людей с абсолютно разными подходами, интересами и все прочим, определять этот путь и процессы все происходящие, такая демократия, к сожалению, до добра не доведет. Слово «демократия» очень хорошее, как идея, возможно, замечательная, но очень трудно реализуемая. Но то, что это не общественная организация, никоим образом не говорит о том, что мнение людей не учитывается. Мы предпринимали достаточно большое количество попыток создать какие-то общественные институты внутри нашей лиги для того, чтобы вырабатывать правильные, взвешенные решения. У нас был Совет Береговой волейбольной лиги как орган, принимающий решения. Это было достаточно давно. То есть, он был такой. Мы там с нескольких попыток его выбрали. Там были люди, уважаемые в лиге. Но в результате мы столкнулись с тем, что каждый из членов Совета, ну, большинство членов Совета, стали продвигать свои личные интересы. То есть, они как-то по-своему восприняли все и стали продвигать свои личные интересы, которые не имели ничего общего с интересами лиги в целом. Начались вот этот разброт и шатания. К сожалению, все процессы стали тормозиться. К сожалению, я искренне говорю, к сожалению, мне пришлось это распустить. И долгое время, ну, практически все решения принимались мной единолично, хотя слово единолично не очень верное, потому что так либо иначе я консультируюсь с большим количеством людей. Практически по всем вопросам. И относительно недавно, ну, там, второй год, как это все существует, мы создали новый совет. Такой совет 2.0. Это консультативный совет при президенте. То есть, этот совет не утверждает решение, но от этого он и становится менее важным. Этот совет включает в себя людей, которые что-то сделали для лиги, что-то сделали для игроков лиги. Это уважаемые люди, самые разные. И это не друзья беленького. Нет, там есть много моих друзей, но это не означает, что туда выбирали людей по принципу, вот он друг беленькому или не друг, он будет делать то, что беленький говорит, или не будет делать. Нет, никаким образом. Это люди, которых я очень уважаю. И с некоторыми из которых у нас есть разногласия по разным моментам. Но тем не менее, это люди обладают собственным мнением. И те из них, кто согласились прийти в этот совет, мы приглашали гораздо больше людей, я сейчас расскажу, как это все появилось. Но те, кто согласились прийти в этот совет, они понимают, что решения, которые они принимают, они принимают на будущее для лиги в целом, а не для конкретного человека или команды. И это очень важно. Многие из наших решений, мы протоколы публикуем на нашем официальном сайте, многие из решений совета принимаются единогласно. А какие-то большинством голосов. 8 на 4, например. То есть это означает только одно. Существуют разные мнения, но большинство выбирает наиболее правильный путь. Попасть в совет могут три категории людей. Это представители наших партнеров, которые достаточно много сделают для лиги, по их желанию, если они хотят. Это ключевые сотрудники, либо волонтеры лиги, которые ежедневно или регулярно работают, делают что-то и понимают внутреннюю кухню, как что устроено. И это кавалеры почетного знака «Золотой фонд» береговой волейбольной лиги, которые сделали что-то для лиги. Они создали команду. Они организуют какие-то ключевые турниры лиги. Они помогают лиге организационно, либо финансово. То есть это люди, которые что-то реально сделали. Именно поэтому у них есть право голоса. И если кому-то хочется принимать участие в решениях или формировании политики, лиги по развитию и все прочее, первое, что надо сделать, надо постараться попасть в этот совет. И тогда голос каждого будет услышан. Поэтому у нас, наверное, такой гибрид общественной организации и частного предприятия. Но юридически это автономная некоммерческая организация, не имеющая статуса общественной организации. Алексей, в вашей лиге очень много регламентов. И некоторые из них игрокам кажутся суровыми. Нужны ли они вообще? Я думаю, что ни одна организация не может защищать без регламентов. Вопрос действительно в том, насколько они необходимы. То, что они должны быть, это не обсуждается. А вот сколько их должно быть? Какие моменты они должны регламентировать? Это уже другой вопрос. И я могу сказать следующее. Что все регламенты береговой волейбольной лиги пишутся игроками береговой волейбольной лиги. Вот это парадокс, который они все понимают. Потому что изначально кажется, что вот есть там президент, есть там люди, которые придумают какие-то регламенты, и мы теперь в них должны жить. Никаким образом. Все регламенты береговой волейбольной лиги появляются прецедентно. Что это значит? Когда-то, когда мы начинали, у нас не было никакого регламента, кроме одного. Ну, приди на площадку, у вас столько-то, покидаем мячик через сетку, получу удовольствие. Все. Но впоследствии, когда мы стали развиваться, когда команд стало больше, когда вот та первая самая общность из 50, может быть, 100 человек, выросла до нескольких тысяч, и пришли самые разные люди, появилась необходимость выработать какой-то определенный свод законов. Потому что мы гарантируем для игроков определенный уровень проведения. Мы гарантируем появление команды, например. Если у нас не будет требований по явке команды, ну, соответственно, мы не сможем это выполнить для других игроков. Поэтому, когда мы начали уже так осознанно делать все, мы выработали какие-то базовые принципы, и было не очень много. Они не были даже очень досконально расписаны. Просто на уровне понимания. Они всем были доступны и разделялись большинством игроков. А дальше пошли нюансы. Потому что на этапах нашего жизненного пути появлялись люди, которые говорили нам так. Ну, у вас же нет запрета на это. Ну, вот так сделаем. Ну, вот так сделаем. Ну, вот так сделаем. И вот эти вот метания, которые не были когда-то прописаны и все прочее, но понимались всеми, что так делать нельзя. Вот так делать нельзя. Они в итоге перерождались в регламенты. И что происходит сейчас? Ну, практически там постоянно мы добавляем что-то в регламенты. Появилась какая-то проблема. Мы ее увидели. Мы поняли, что это нехорошо. И мы создаем регламент, который блокирует ее дальнейшее развитие. С другой стороны, с развитием лиги какие-то проблемы прошлого, они исчезают. Ну, то есть у нас была проблема какая-то, а сейчас исчезла. Мы убираем этот регламент, потому что он уже не несет никакого смысла в этом. Алексей, на какие средства лига организует свои турниры? У вас есть спонсоры? Да, этот вопрос очень важен, потому что в лиге есть сформированная система целевых взносов, которые платят игроки за право участия в турнирах береговой волейбольной лиги. У нас также есть партнеры. Мы осознанно не используем термин спонсоры, потому что стремимся к партнерским взаимоотношениям. То, что касается целевых взносов. Мне задают вопросы, а можно сделать так, чтобы целевых взносов не было? Я говорю, что это невозможно. Почему? Первое. Мы придерживаемся принципа финансовой непотопляемости. Вся организация наших турниров, все те технологии, которые мы воспроизводим, требуют финансов. И у нас есть только два варианта. Точнее, три. Либо все это нам будут давать бесплатно, и везде будут работать волонтеры за идею и все прочее. Но это не очень жизнеспособная идея. В краткосрочной перспективе на один турнир, на два, на три, может быть, она и сработает. Но в долгосрочной системе, рассчитанной на развитие, это нереально. Есть второй вариант. Нам все деньги дадут на все это. Вот спонсоры. Вот тогда это точно будут спонсоры. Пришли люди и сказали, что нам все нравится. Сколько вам денег надо, чтобы все это делать? А вот нате вам эти деньги. Во-первых, это из области определенной фантастики. А во-вторых, ну хорошо. А завтра у спонсоров поменялось настроение. Или руководство, или финансовая ситуация. В компании или в стране. И они вполне честно скажут, ребята, знаете, у нас нет больше денег. И что нам делать в этот момент? Закрывать лигу, отменять турниры? Ну мы же бесплатные. У нас же все это спонсоры платили. Тупиковый путь абсолютно. Есть третий момент. Это то, что вся деятельность лиги будет построена на финансировании игроками лиги. Это самый реальный путь. Я не вижу на сегодняшний день ему альтернатив. Вопрос здесь в другом. Какая величина этих взносов? Насколько она адекватна? Потому что есть понимание такой психологической стоимости. Я делаю упор именно на психологическое. Потому что мы стремимся сделать так, чтобы участие в турнирах лиги было как можно более доступным для игроков. И второй момент. Это то, с чем иначе. А возможно ли вообще играть бесплатно, но в системе целевых взносов? Мы говорим, да, это возможно. Ну вот я уже говорил о том, что можно быть волонтером. Мы для всех людей, которые приходят к нам на сезон, но это как минимум на сезон, волонтером, мы говорим, не проблема. Самое меньшее, что мы можем для тебя сделать, это дать возможность играть бесплатно. То есть мы таким образом, но ты даешь нам что-то, за что бы мы бы заплатили деньги. Но тебе это хочется. Ведь волонтеры это не потому, что нам что-то надо, и мы кого-то заставили бесплатно работать. Нет. Человек пришел и говорит, я умею это делать, мне это хочется делать, можно я у вас это буду делать? И вот в этот момент у нас все замечательно получается. Можно быть сыном или дочерью игроков лиги и получить от наших партнеров, пожалуйста, бесплатное участие. Можно быть в составе команды, в статусе «Наша команда» и выиграть бесплатное участие на следующий сезон. Можно просто выиграть суперфинал в дивизионе, и по условиям проведения наших суперфиналов мы команду награждаем сертификатом на бесплатное участие в играх следующего сезона. Причем мы не даем скидку, эти сертификаты оплачивают наши партнеры. Это сегодняшнее реалие. А можно прийти и сказать, вы знаете, я хочу заплатить целевой взнос, но у вас можно заработать на него? Я вам так скажу, если вы придете к нам работать судьей, вы за один день заработаете больше, чем вам нужно заплатить за полгода игр в боевую волейбольную лигу. На сегодняшний день целевой взнос составляет 1800 рублей с одного игрока на полгода. Это три больших турнира и плюс один бонусный. Можно говорить о том, много это или мало. Можно сравнивать это с другими спортивными организациями, волейбольными лигами и все прочим. Мы считаем, что это реальная цена и все эти деньги направляются на организацию соревнований. Что бы ни произошло в нашей стране, до тех пор, пока игроки финансируют лигу, мы можем с этим качеством организовывать турниры. Зачем же это партнеры? Мы заговорили о спонсорах. Почему я называю их партнерами? Мы стараемся найти компромисс между интересами, между интересами лиги и интересами партнера. Мы стремимся сделать что-то для них, а не просто взять деньги. И как раз все финансирование, которое приходит к нам от наших партнеров, мы направляем на наши целевые программы, на создание новых возможностей и преимуществ для игроков. Я уже говорил о том, что если у нас есть какая-то программа, она за счет кого-то финансируется. Вот она финансируется за счет наших партнеров. Сейчас, в апреле этого года, одна из команд высшего дивизиона в спорткомплексе «Север» выиграет и получит путевку на российский финал, который будет в Санкт-Петербурге. Эта команда получит 10 авиабилетов туда и обратно. Проживание в Санкт-Петербурге. Замечательно организовано на одной из лучших площадок волейбольных Санкт-Петербурга финал. Все это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров. Мы не берем эти деньги из цельных износов. Они нам необходимы для того, чтобы мы организовывали залы, организовывали судьи и все прочее. Ну и людей, которые занимаются этим как работники. А все, что касается дополнительных преимуществ, все, что касается дополнительных программ, это все партнеры. И поэтому мы спокойны. Да, в самом худшем варианте. Если все станет совсем плохо, у всех компаний в России и ни одна из них не захочет быть нашим партнером. У нас будут замечательные турниры и мы будем ждать, когда этот кризис закончится. И мы с нашими партнерами вернемся к нашим целью программы. Но на сегодня мы не видим угроз нашим партнерским взаимоотношениям.